Вот, как я говорил, что в пояснице и шее у нас в основном идет скручивание, да, и самое эффективное скручивание это вот такая боковая позиция, когда одно колено, верхнее ближе к нам, нижнее колено прямое и ногу управляем. На самом деле очень много есть там способов, как это люди там делают, ну, в смысле, вариации, вариации различных, но я, я как бы нащупал самый такой эффективный, максимально разложен, вот так вот, да, желательно, чтобы он держался за стол ногой, это выходит, держись за колено, вот, вот, можно на кого-то делать, да, имеющий и сам себе тоже, ты можешь свои делать, голова лежит. Теперь я делаю захват за всю грудную клетку, некоторые дают вот сюда, не давите, и некоторые дают, да, по шире, по шире, как вот мы сюда вот вклады, да, в промежуток ладони, косточки, да, так и здесь, и здесь, прям, сразу. А тут мы ловим ту же самую кость, как это вот я говорю, да, и стараемся все тело, по спирали, вот так вот, вытянуть, доводим до преднадрежения и веский руок. Небольшой нюанс, сразу скажу, тут у нас был прямой угол с телом, да, значит, мы воздействовали на нижнюю часть поясничного отдела, если хотим чуть повыше, да, угол тоже делаем выше. Вот, поворачиваясь на другую, бок. или с этой стороны делают локтем в принципе локтем нужно что-то было, да? ну что, что? это когда вот эти все ну не грыжевые, так сказать, протрузии здесь когда вот левшология идет в ногу все эти проблемы то есть, видите, можно и с другой стороны сделать, да? симметрично но можно даже помочь опять же вот микродвижения когда вы поднимаете бедро вот держите можно перейти его в живот а здесь этими пальцами нащупываете те места которые проблемные и вот такие микродвижения подключивания выше переходим, выше поднимаем колено прощупывание уже дает свой эффект может даже уже убить хруст замки ну, наверное, до третьего, четвертого ой, второго третьего позвонка поясничного можно дойти так ну, все запомнили, да? давайте попробуем теперь держи ой, вставай на правую вставай ух почти отдохнуть ух дом